В эфире новости в студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Безопасность государства начинается с его границы. Об этом сегодня заявил президент на заседании расширенной коллегии Госпогранкомитета. В центре внимания вопросы охраны государственной границы. Задачи и основные направления в этой сфере были определены еще год назад. Именно они легли в основу законопроекта, который сегодня находится на рассмотрении в Палате представителей. Однако, несмотря на всю работу, ситуация в органах пограничной службы Беларуси, по словам президента, далека от желаемой и не все из намеченного выполняется в должной мере. Беглый анализ показывает, что по грандведомству до настоящего времени не всегда удается адекватно реагировать как на новые вызовы в целом, так и на изменение оперативной обстановки на границе в частности. Все мы прекрасно знаем, что безопасность государства, еще раз подчеркиваю, начинается именно с государственной границы. Все должны понимать, что пограничная безопасность не приходит сама собой. Это не дар небес, а результат кропотливой повседневной работы многих структур. Конечно, центральное место в ее организации отводится органам пограничной службы. Но без слаженных, скоординированных действий всех звеньев системы государственного управления добиться невозможно успеха. Этим обусловлен состав участников сегодняшнего заседания коллегии. В целом, Госпогранкомитет с возложенными задачами в целом справляется. Однако, складывающаяся сегодня ситуация требует более активного поиска и реализации мер противодействия современным угрозам и вызовам. Мы говорим много о чемпионате мира, но и не только чемпионат мира. Мы всегда находимся на переднем крае и защищаем не только свои интересы уже сегодня здесь, но и интересы России и Казахстана. Потому что интеграционные процессы привели к тому, что у нас образовалось единое экономическое пространство, читай, единое экономическое государство. И вы здесь в соприкосновении с Западом и блоком НАТО несете ответственную службу. В эти минуты заседание продолжается и подробности в наших следующих выпусках. Морозная погода продолжает испытывать белорусов на прочность. Минувшие выходные оказались самыми холодными за всю зиму. По ночам столбик термометра местами приближался к 30-ти градусной отметке. Однако, с приходом новой недели характер погоды может немного смягчиться. Сильные морозы пойдут на убыль. Однако, неприятных ощущений доставит усилившийся ветер. Между тем, в морозную погоду белорусы активно используют различные обогревательные приборы. В связи с этим спасатели намерены проверить противопожарное состояние домов и квартир. И в первую очередь тех, кто относится к так называемой группе риска. Это уклонисты от уплаты коммунальных платежей, люди, ведущие о социальный образ жизни. Не останутся без внимания и те, кому нужна адресная социальная помощь. Инвалиды и одинокие пенсионеры. Специалисты помогут им привести в безопасное состояние печи и электропроводку. Установят автономные пожарные извещатели. В связи с усилившимися морозами, я еще раз хочу напомнить, что в попытках согреть свое жилье, необходимо использовать только сертифицированные электрообогреватели. Ни в коем случае не оставлять их без присмотра и не допускать перегрузки электросети. При использовании печного отопления, необходимо проверить его исправность, а также не допускать перекала печи. Рейды сотрудников МЧС пройдут в рамках республиканской акции «Безопасное соседство». Она стартовала сегодня и продлится до 9 февраля. К слову, минувшие выходные отметились и рядом серьезных аварий. Так, одна из них произошла в Лунинце. Водитель легковушки не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части. Прямо на замерзший водоем. В результате погибли два человека. Судя по всему, авария произошла ночью. Ведь утром, когда обнаружили машину, девушка уже была мертва, а мужчина позже скончался в больнице. По словам медиков, не только травм, полученных в результате аварии, но и в результате переохлаждения. В Восточную Европу сковали сильные морозы, а на ряд регионов обрушились снегопады. В Польше температура воздуха опустилась до отметки минус 24 градуса. Только за последние сутки от переохлаждения там погибли 11 человек. В основном это бездомные. В городах организуются приюты для тех, у кого нет крова, а также пункты раздачи бесплатного горячего питания. В Румынии из-за мощных снегопадов впервые в современной истории объявлен красный код опасности. Закрыт ряд автодорог. С перебоями также работает и железнодорожный транспорт. Не лучшая ситуация в соседней Болгарии. На дорогах из-за многочисленных аварий образовались многокилометровые заторы. Трагедия в Индийском океане. У берегов Андаманских островов затонул пассажирский паром с туристами. Погибли 22 человека, 29 спасены. Кораблекрушение произошло вблизи города. В момент ЧП на борту судна находилось более полусотни человек, в том числе большая группа туристов из Индии. Известно, что паром был перегружен более чем в два раза. По одной из версий судно врезалось в скалы. В Украине по факту захвата здания Министерства юстиции возбуждено уголовное дело. В настоящее время следствие продолжает выяснять обстоятельства произошедшего. Ранее министра юстиции Украины обратилась к протестующим с требованием освободить госучреждение. В противном случае она намерена обратиться к членам Совета национальной безопасности и обороны с требованием обсудить вопрос обведения в стране чрезвычайного положения. Напомню, накануне ночью полсотни захватчиков из радикального движения спильно справа оккупировали здание. На призыв полицейских покинуть министерство они ответили отказом. Атаки экстремистов подвергся Каирский музей исламского искусства. В результате взрыва обрушилась часть фасада, вылетели окна, провалились перекрытия. Повреждены десятки тысяч экспонатов. Практически полностью уничтожена коллекция из дерева и керамики. Заминированная машина была припаркована напротив музея. Шесть человек погибли, еще 90 получили ранения. Отмечу, что в стране сохраняется повышенный уровень террористической опасности. Туристам рекомендовано не покидать курортных зон и отказаться от посещения крупных городов в Египте. Крокодил напал на подростков в австралийском заповеднике. Трагический случай произошел в национальном парке Кокаду. Ребята решили искупаться в пруду, который образовался после мощных ливневых дождей. В воде на одного из них внезапно напал крокодил. Рептилия кусила мальчика за руку, однако он сумел выбраться из воды. Тогда рептилия схватила его товарищей и утащила под воду. Смотрители заповедника уже убили рядом с местом происшествия двух крупных особей крокодилов. Однако при вскрытии человеческих останков обнаружено не было. Поиски 12-летнего подростка продолжаются. Ирина Мычко, телекомпания СТВ. Беспримерное мужество непокоренного города. Сегодня 70-е годовщина снятия блокады Ленинграда. 900 дней осады. Один из самых страшных эпизодов Второй мировой. Она не имеет аналогов современной истории. От голода и бомбежки погибли до миллиона ленинградцев и еще более миллиона солдат. В минувшие выходные в северной столице России стартовал проект «Улица жизни». Это историческая инсталляция, посвященная осажденному городу. Она развернулась на итальянской улице и Манежной площади. Именно там даже во время войны не прекращалась культурная жизнь Ленинграда. Сегодня жители Санкт-Петербурга по традиции понесут цветы к памятным местам. Многие придут на Пискаревское кладбище. В годы блокады там были погребены почти полмиллиона ленинградцев. Добавлю, в Беларуси сейчас проживают чуть более 700 человек, перенесших эту страшную осаду. Мировое сообщество сегодня вспоминает еще одну дату Второй мировой. Одной из самых трагических страниц в истории человечества стал Холокост. 27 января 1945 года советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим. Точное число людей, погибших в его застенках от рук фашистов, так и не удалось установить. Всего же в годы Великой Отечественной в фашистских лагерях были уничтожены до 6 миллионов евреев и миллионы представителей других национальностей. Среди них 800 тысяч белорусских евреев. Половина из них женщины и дети. По традиции память жертв Холокоста почтят представители международных организаций, общественности, бывшие узники и воины-освободители нацистских лагерей. На столичном железнодорожном вокзале заработали новые терминалы самообслуживания. Они установлены на улице рядом с путями. У них водонепроницаемый дисплей и клавиатура, а также антивандальный корпус. Благодаря этим устройствам проездные документы на поезда региональных и городских линий можно приобретать по банковским картам. В текущем году сеть таких терминалов планируется расширить. Сейчас платежно-справочное устройство самообслуживания работают в Минске, Витебске и Могилеве. В Лос-Анджелесе объявлены победители 56-й церемонии Грэмми. Лучшей композицией прошлого года признана песня «Ройлс», исполненная 17-летней новозеландкой «Лорд». Престижную музыкальную награду в номинации «Лучшая рок-композиция» получил Пол Маккартни. К слову, вместе с Ринго Старом он был также удостоен Грэмми за особый вклад и достижение в музыкальной индустрии. Впервые в своей истории церемония Грэмми чествовала и обычного учителя музыки Кента Кнаппербергера. Его выбрали простым голосованием в интернете из 30 тысяч других соискателей. Отныне учителей музыки будут награждать каждый год. Далее в выпуске «Спортивное обозрение» Анжелики Урман. Отправляйте свою информацию по телефону «Горячей линии», а также по адресу в интернете ctv.by. Всего доброго и до встречи в 16.30. Субтитры создавал DimaTorzok